Манежная площадь в Москве. Сегодня сюда пришли поддержать осужденного брата Алексея Навального Олега. Во что это превратилось и как нашего корреспондента Данила Русакова пугали русским языком. Смотрите. Манежная площадь оцеплена. Немногочисленные активисты российского протестного движения ожидают время X в толпе. Некоторые стоят в одиночных пикетах с плакатами, осуждающими за москворецкое районное правосудие. А сейчас брату за то, что брат, просто брат, что не подлый, дали срок. Но Алексей Навальный к сторонникам не пришел. Накануне он вообще зачем-то попросил людей не выходить на площадь. Вот страница политика в социальных сетях. На ней ни слова о протестной акции. Зато к оппозиционерам устремились активисты так называемого антимайдана. Они, по сути, попытались приватизировать несанкционированный митинг. Правда, лозунги избрали совсем другие. Майдан не пройдет! Майдан не пройдет! Сторонники оппозиции происходящее назвали заранее спланированной провокацией. Это проплаченное движение, антимайдановское движение. У них сегодня, по-моему, было уже заседание какое-то было. Еще даже не определились с оплатой, они уже все вышли. Среди людей с оранжево-черными лентами, которых уже кто-то успел назвать тетушки, нашлись и эксперты по украинскому вопросу. Сейчас идет война, где запрещали говорить на русском языке, смотреть и говорить по-русски, да? У нас эфир на русском. У вас эфир на русском? Это замечательно. Вы не знали? Я не смотрю телевидение. Массовые задержания начались почти сразу же. Правда, в сторону автозаков повели от них не те, кто с георгиевскими лентами выкрикивал лозунги. Евроманежки в том виде, как ее анонсировали, еще в декабре не получилось. Однако, по словам активистов протестного движения, ничего страшного они в этом не видят. На пикеты и прочие мероприятия они готовы ходить даже без участия Алексея Навального. Данил Русатов, Сергей Ведмитриев, Московское бюро, телеканал Интер.